Всем привет! Для тех, кто не знает, меня зовут Ксюша и сегодня мы с вами будем говорить о брюках. С наступлением осени брюки резко становятся моими фаворитами и приоритетом при выборе как повседневной, так и какой-то парадно-выходной одежды. В принципе, это объяснимо, потому что не только погода меняется, понятно, что чаще дожди идут и все такое, но для меня, наверное, самым важным моментом является то, что когда я надеваю брюки, я чувствую себя более загадочной, какой-то утонченной, как ни странно, более женственной. У хороших брюк всегда очень сильный характер, поэтому при покупке новой пары обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, когда примеряете эти брюки. Если так, как я описала выше, то смело берите. Сегодня мы с вами поговорим о трендах на брюки в этом сезоне, потому что их на самом деле так много, что любой нормальный человек запутается. И, конечно же, как обычно, я покажу вам то, что я выбрала именно для себя и с чем я люблю комбинировать свои любимые фасоны брюк. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам огромное множество фасонов, принтов, тканей и так далее. В общем, можно будет удовлетворить самый взыскательный вкус. Во-первых, это, конечно же, широкие брюки-трубы из шелка или бархата, например, разнообразных глубоких оттенков, от темно-синего до насыщенного зеленого. Я определяю всю эту категорию цветов как ночное морское дно. Второе, это, конечно же, гипертрофированный клеш или просто клеш. Но здесь смысл заключается в том, что ваша штанина должна расширяться не плавно от бедра или, например, от колена, а достаточно резко. То есть у вас идет сначала облегающая, обтягивающая часть штанины, и потом она резко расширяется ближе к низу. Мне безумно импонирует сама идея этих брюк, но, если честно, на мне они смотрятся не очень. Либо я просто пока не нашла свою пару, это тоже надо учитывать и иметь в виду. И, кстати, фантазийный узор на брюках такого типа только приветствуется. Далее я предлагаю поговорить о мужских брюках, которые просто заполонили подиумы на всех возможных неделях мод. Музыка 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 Это, наверное, мой самый любимый фасон брюк из всех возможных и одновременно самый нелюбимый, потому что я не могу носить их круглогодично. Видите ли, здесь есть такая дилемма. Если ваши брюки немножечко над поверхностью земли, это смотрится уже не так стильно, как если бы они чуть-чуть лежали на земле. Но в этом случае они будут грязными уже через 5 минут, будут выглядеть очень некрасиво, неопрятно и так далее. Есть еще третий вариант. Идет дождь, и мы по коленам в грязи в любом случае, поэтому с клешами такая немножечко сложная ситуация, но, тем не менее, смотрятся они очень выигрышно и очень красиво. Кстати, практически на любом типе фигуры. В те дни, когда еще достаточно сухо, либо я, например, отправляюсь на какое-то мероприятие и иду до машины, как золушка, как принцесса или как дурочка, поддерживая свои брюки вот этими пальчиками, чтобы они, не дай бог, не касались асфальта. В эти дни я очень люблю комбинировать брюки-клеш с какими-то женственными блузами и пальто длинными, или даже макси. В общем, с любыми элементами гардероба, которые помогут образу выглядеть достаточно драматично в хорошем смысле этого слова. Кстати, маленький трюк. Обязательно возьмите с собой ремень, потому что вы можете повязать его вокруг своей верхней одежды, включая шарф. Это будет смотреться очень стильно и сделает фигуру более женственной. Затем, когда вы прибудете туда, куда вы направляетесь, вы можете переместить его на брюки, и ремень поможет вам собрать весь образ воедино. Эти брюки и блузу я заказала на сайте Urban Outfitters, как самый большой, наверное, на свете поклонник интернет-шоппинга. И здесь у меня для вас новая рекомендация о том, как можно сэкономить деньги, не ударив при этом палец за палец. Я расскажу вам о таком явлении, как кэшбэк-сервис. Может быть, кто-то уже слышал об этом, кто-то еще не совсем знаком. По сути, это организация, которая возвращает вам процент денег с ваших интернет-покупок и заказов. Я, как большая молодец в этом вопросе, выбираю для себя самый стабильный, самый мощный, самый огромный в России кэшбэк-сервис, который называется CopyCode. Потому что там наибольшее количество магазинов. Около 800, если я не ошибаюсь, может быть больше. Я оставлю ссылку на CopyCode в описании под видео. Сервис работает очень просто. Нужно пройти элементарную процедуру регистрации. Затем просто переходить в магазины через каталог сервиса и совершать покупки, как обычно. После оплаты в вашем профиле будут отображены все бонусы от магазинов. И как только накопится всего 500 рублей, вы можете вывести эти деньги любым удобным для вас способом. На карту, вебмани, Яндекс.Кошелек, даже на телефон на ваше усмотрение. Кстати, маленький совет вам от меня. Первое, что лично я делаю, когда захожу на сайт, иду в раздел предложения. Потому что там собраны все акции, скидки, магазины с повышенным кэшбэком, купоны и так далее. В общем, все самое вкусненькое именно в этом разделе. Ну а если вы совершаете покупки на Алиэкспресс, вы можете заранее до оформления заказа узнать, платит ли продавец кэшбэк. Для этого достаточно нажать кнопку, проверить продавца на странице магазина и вставить ссылку на желаемый товар. На самом деле, если вы действительно часто совершаете покупки в интернете, вы мама, или у вас просто нет времени ходить по магазинам, я призываю вас пользоваться всеми этими сайтами, которые предлагают различные купоны, кэшбэки и так далее и тому подобное. Потому что это настолько просто, и это экономит вам уйму денег. Я не могу придумать ни одной причины, по которой стоит их игнорировать. Если только вы не Билл Гейтс. А если вы Билл Гейтс, смотрите мое видео, моя миссия на этой земле, в общем-то, выполнена. Следующим пунктом предлагаю обсудить два в одном. Тепло и красиво. Здесь у меня брюки с плотной шерсти, с потрясающим осенним, насыщенным и при этом очень сдержанным принтом. Я влюбилась в эти брюки, наверное, с первой доли секунды, когда увидела их на Асос. И несмотря на то, что мой размер был уже давным-давно распродан, я купила их на два размера больше, отдала в ателье, и там брюки подогнали по моим меркам. Это, кстати, отличный трюк, возьмите его на заметку, я достаточно часто так делаю и никогда не чувствую себя так, словно я недополучила или упустила что-то. Брюки с принтом очень самодостаточны, поэтому их можно комбинировать одним из двух способов. Из двух способов. Первый способ вы видели в моем блоге из Милана. Если вы не видели, я оставлю вам ссылку в описании под этим видео. То есть первый способ это подобрать однотонный верх одного из тех оттенков, которые есть на принте брюк. И второй способ, наиболее простой, это белая футболка, которая подходит абсолютно ко всему. Кстати, именно так я советую одеваться в школу или в институт, например, потому что это тепло-уютно и очень красиво, и не так избито, как ваши стандартные кеды, джинсы и футболка. Следующий мой образ на любителя. У меня всегда есть один такой образ на любителя, который 50% публики принимают с удовольствием и восторгом, и 50% просто отторгают. Это нормально. Он подразумевает брюки-кюлоты. Я, на самом деле, очень большой поклонник этого фасона, потому что он не кажется мне замыленным, по крайней мере, пока. Наиболее актуальное сочетание для осени это кюлоты из джинсовой или, например, твидовой ткани в сочетании с массивным свитером oversize, с высоким горлом и безумно длинными рукавами. Может быть, вам это покажется странным, но образ пьеро сейчас на 100% в тренде, что доказывает моя сегодняшняя блузка. На ноги можно надеть туфли-лоферы на широком каблуке, как мы видели у Фенди, если я не ошибаюсь. Или, например, если стало достаточно холодно, можно подобрать какие-то сапоги подобного рода. На этом у меня все на сегодня. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, вы знаете, что для меня это значит очень много. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы получать новое модное видео каждое сегодня утро. Ссылку я оставлю вам вот здесь. По ней вы можете перейти на мой канал и нажать красную кнопочку с надписью подписаться. Также я приглашаю вас в свой инстаграм, он открыт для всех желающих круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ссылку на мой инстаграм я оставлю в описании под видео, так же, как и ссылки на все те вещи, которые вы видели сегодня. На этом я обращаюсь с вами, увидимся в следующую субботу, целую и обнимаю. Пока!